О том, что интересно, в новом выпуске «Правды Севера» расскажем в традиционном кратком обзоре. Хозяйство Заречное в деревне Заболотье под Емецком в недавнем прошлом было быстро восходящей звездой северного животноводства, считают авторы статьи. Позже руководители предприятия перешли на содержание скота на открытом воздухе, но дело не пошло. На хозяйство тяжелым бременем легли кредиты, да и, как ни странно, покупателей мраморного мяса в регионе не так много. Как сегодня выживает Заречное, читайте в свежем номере «Правды Севера». Набережная Северной Двины принадлежит всем, так считает профессор Софу Юрий Барашков. Поэтому, по мнению эксперта, нельзя строить транспортно-пересадочный терминал на площади перед Архангельским морским речным вокзалом. Строительство необходимо остановить, потому что здесь совершается очень большая градостроительная ошибка. Какая? Ответ на этот вопрос вы найдете в колонке архангельского краеведа, историка и ученого в сегодняшнем номере «Правды Севера». Советский спутник упадет в США. Предположительно, это случится 3 августа. Исчерпавший свой ресурс, космический аппарат «Космос-903» был запущен с космодрома Плесетки еще в 1977 году. Космический аппарат диаметром в 9 метров войдет в плотные слои атмосферы, ориентировочно в западном направлении от Калифорнии, где разрушится, но некоторые части могут таки упасть на Землю. Подробности читайте в «Правде Севера». Продолжение следует.